Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. И сегодня мы с вами будем в очередной раз готовить. Мне так понравилось, что я сегодня вдохновилась на правильный рецепт. Печеньки, они будут без сахара, подходят для детей, для взрослых, для всех, кто соблюдает правильное питание. В общем, в чём суть? В том, что можно их кушать и не поправляться. То есть на перекус, на завтрак, пожалуйста, сколько хотите. Итак, из чего мы будем готовить наше печенье? В печенье будет овсяная мука у нас. Мы её сделали сами, можете приобрести в магазине. Готовая есть. Если нет, можно овсяные хлопья в блендере, вжиг и готово. Банан, яблоко, одно яйцо. Одно яйцо, по желанию корицу можете добавить, но у нас будет немного ванильного сахара. И творог. Итак, с чего мы начинаем? Берём банан, чистим. Чистим наш банан. Банан должен быть обязательно спелым, чтобы он легко у нас размять. В общем, мы будем его сейчас вилочкой мять. Так, порежем. Порежем. Рецепт лёгкий, простой. То есть можно быстро сообразить на завтрак. Либо, наверное, берём творог. Вот я сейчас... Ну, так вот, смотрите на глаз, какой у вас банан. У меня большой банан. Так, три ложки, да. Ну, вот давайте вот четыре ложечки, да, я взяла. Творога нашего. И начинаем мы... Начинаем вилочкой разминать в однородную массу. Вот что у нас получилось. Это такая вот масса, видите? Однородная. Вот так мы всё размяли, размяли. Теперь у нас идёт туда яйцо. Яйцо. Добавляем. Ещё раз всё перемешиваем быстренько. И сейчас мы будем добавлять с вами муку. Муку. Так. Тесто. Так, ложечку возьмём. Так, ну, муки. Сейчас вот будем смотреть. У нас должна получиться консистенция довольно-таки плотная. Знаете, такой колобок прям. Не жидкая, чтобы растекалось, а прям колобок. Мы, как пластилина, будем отрывать кусочки и формовать их для выпекания уже. Так, сейчас посмотрим. Вот такая у нас пока непонятная масса получается. Но мы её потом будем руками вымешивать, чтобы не пачкать руки пока. Ещё не до конца готово. Ну, такое достаточно плотное тесто получается. Сейчас почистим наше яблоко. У нас вот такое кислое. Можете брать любое, какое нравится вам. Почистим. Сейчас. Почистили наше яблочко. Вот, как видите, я взяла чашку поглубже, потому что неудобно. Мне уже места не хватает в той. Лучше берите глубокую. Вот. И теперь трем наше яблоко туда. Трем. Хотите на мелкой тёрке, хотите покрупнее. Я взяла покрупнее. Оно подпечётся. Вот так потрем. Главное не переусердствовать. Пальцы не стереть себе. Вот такой колобок у нас должен получиться. Достаточно плотный. Очень вкусно пахнет яблочком, бананом. Так. Ну и всё. И берём вот так. Мы с вами вот так отщипляем вот так по кусочку. Ну и смотрите, какого размера вы хотите. Так формуете. Так хоп. Прижали. И вот такие вот у вас должны получиться печеньки. Так. Как пластилин. Как на уроке лепки. Всё. Такие. Можете какую-нибудь формочку там взять. Отщипывать. Там катать шарик, да. И там звёздочки какие-то. Ну всякие есть, короче. Детям можете сделать. Так. Это какая-то большая печенька получилась. Нет. Поменьше хочу, чтобы быстрее пропеклись. Вот такие у нас получились заготовочки. Печеньки. Выпекаем при температуре 190 градусов 10-15 минут. И в духовочку их. Ну а мы будем печь в аэрогриле. А у нас всё готово. Сейчас мы будем с вами пробовать вот что у нас получилось. Вот такие печеньки. Главное полезно. Легко. Быстро. В общем, одни плюсы сплошные. Если каша надоела, да, в обычном виде, то можно сделать вот такие вот. Попробуем. Вполне горячо. Горячо. В меру сладко. Ну, для детей можно добавить ложку мёда ещё. А на сегодня всё. Я надеюсь, наш рецепт был вам полезен. И вы обязательно попробуйте. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Ребята, конечно же, делитесь в комментариях вашими рецептами. Какие вы знаете ПП рецепты. Будем с вами вместе пробовать готовить. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Рецепт.